СМЕЛЫЕ ФЕИ В крошечном селе посреди дикого густого леса жили чрезвычайно маленькие существа, феи леса. Каждая делала свое полезное дело. Одна выращивала цветы, вторая кормила животных, третья вела курсы волшебства. И жизнь была в этом селе всегда веселой и мирной. Но однажды утром феи услышали странные звуки на окраине, за большим кустом. Никогда такого еще не бывало. Звуки были грубыми и внушали страх. Все малютки-волшебницы скрылись в махоньких домиках, но звук становился все сильнее, и скоро у фей от страха зуб на зуб не попадал. Наконец из своих жилищ вышли самые храбрые. Клементина, очень красивая фея в оранжевой юбке, решила наконец выяснить, что происходит. Чтобы разведчица не попала в беду, следом пошла подруга Слива, одетая в сливовую тунику. Феи вместе приблизились к кусту и увидели волчонка. Он яростно рычал и скалил зубы. Бедные маленькие феи ужаснулись и бросились на утек. К несчастью, волчонок погнался за ними. Что будет с бедными растерянными девочками? Неужели они забыли о своих палочках? Нет, Клементина попорола свой страх, вынула палочку Абракадабра и превратила себя и подружку в птиц. Феи-птицы взлетели над волчонком. Вдруг Слива воскликнула. Я знаю, почему он такой агрессивный. Посмотри, у него между ушами торчит заноза. Абракадабра, снова произнесла Клементина. И волчонок замер. Он приспокойно себе лег, свернулся к лубочкам. Феи же вернули себе собственный облик и, наконец, решились к нему подойти и вытащить занозу. Теперь ты свободен, волчонок. И Слива нежно погладила его по головке. Возвращайся домой. Наверное, мамочка уже тебя ищет, добавила Клементина. Когда девушки вернулись в село, их радостно приветствовали все жители. Еще бы такие храбрецы.